Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала просвещения. Новости науки, образования и культуры. Сегодня выпуски. Принеси миру пользу и монетизируй это. Один из лучших предпринимателей мира встретился с экологами на Силиасе. Встретимся на Сенавале или новые тренды в создании визиток-форумов. Чему учат участников Силиаса создатели арт-объектов? Объединение как условия развития собственного бизнеса. В рамках международного образовательного форума Силиас состоялся фестиваль франшиз Южного федерального округа. Предприниматели из Астрахани, Ростова, Саратова и других волжских городов могли не только приобрести или продать франшизу, но и встретиться с ведущими бизнес-экспертами. Одним из них стал пионер-франчайзинка в бьюти-индустрии Игорь Стоянов. Очень важно работать с подготовленной аудиторией. В связи с тем, что предпринимателей в стране не так много, а экспертное мнение всегда важно, потому что оно формирует среду, в которой нам работать и предстоит. Подготовленная аудитория на форуме – это около ста предпринимателей. Они прошли конкурсный отбор на направление бизнес и инновации. Критерии – возраст до 30 лет и наличие своего дела. В этом году на Силиасе отказались от традиционного конвейера проектов. Его заменила встреча с потенциальными инвесторами. Очень радует, что проекты представлены абсолютно в разных сферах. Это и услуги, это и розничная торговля, это и инновационные какие-то проекты очень интересные, это и IT, и сервис, естественно. Участники развиваются в разных направлениях, это очень радует. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Полный восторг у предпринимателей, экологов, представителей пресс-службы, а также случайных наблюдателей вызвала лекция основателя американской компании «The Green Program» Михаила Наумова. Поскольку «The Green Program» занимается внедрением технологий в альтернативной энергетике, а также подготовкой кадров в этой сфере, Михаил Наумов встретился с представителями направления «Экология». Для американского бизнесмена российского происхождения «Селиаз» стал второй молодежной площадкой. До этого Михаил побывал на «Селигере». Мне кажется, такие молодежные форумы особенно полезны для предпринимателей, потому что они дают им возможность общаться, дают им доступ к экспертам и к состоящим людям, которые могут им помочь. Ну и, естественно, доступ для развития и к деньгам, к инвестициям. К новостям в направлении Международного форума «Селиаз» мы еще вернемся. А пока продолжаем цикл лекций «Занимательная форма ведения». Тема – арт-объекты «Селиаза». Оно смотрело на меня большими глазами. Кто это, спросила я? И мне ответили – один из арт-объектов. Что это, спросила я? И мне сказали – иди к Елене Козловой, она тебе все расскажет. И она рассказала. Записывайте по буквам «Селиаз». Как театр с вешалки, так и любой форум буквально с букв и начинается. Это вообще становится трендом. Пожалуй, это и «Редрокс», это и «Селигер». Везде появляются такие буквы. И я считаю, что «Селиаз» просто обязан был не отставать от этого. Людей с разных регионов собирают не зря. Не только ради образовательной программы и встреч с экспертами. Если вдруг Купидон вздумает разбрасываться стрелами, то для этого на форуме есть специальное место. Идея родилась как место для свиданий. Все-таки форум – это место, куда съезжаются молодые люди, парни, девушки. И мы, в принципе, очень даже не против, чтобы здесь завязывалась не только дружба, но и, возможно, какие-то романтические отношения. Как на «Селигере», например. Там, насколько мы помним, даже играют свадьбы. Арт-объекты визуализируют и направление работы форума. Мешки с солью, например, это политика. Верблюд с мешками денег, бизнес и инновации. А еще мы нашли арт-объект для того, чтобы выразить свое отношение к любым проблемам. Когда я возвращаюсь домой по московским мокрым улицам, я частенько думаю. А вот как он там, Питер? Как дела у этого города? И с нетерпением жду момента, когда снова смогу сказать «М-Блок» в нашем времени. Новости Санкт-Петербурга. И вот, Сергей, наконец этот момент настал. Наслаждайтесь выпуском «М-Блока». Но сначала мы хотим от всего коллектива «1М» поздравить с днем рождения Марию Ермаченко. И пожелать ей, чтобы свои сюжеты она снимала на Бали и в Куршавеле. Ну, хотя бы иногда. Если вы настоящий киноман, то на кинофоруме вы почувствуете себя как в раю. Более подробно в следующем сюжете. Сегодня в Петербурге стартует Международный кинофорум. В этом году в свой состав он включает сразу два фестиваля. Это Санкт-Петербургский международный кинофестиваль и седьмой международный фестиваль дебютных фильмов. В конкурсе международного кинофестиваля 14 фильмов из разных стран. География нашего конкурса значительно расширилась по сравнению с прошлым годом. У нас появились фильмы из Беликобритании, из Америки, Рубинские фильмы. В этом году мы не повестились все в один кинотеатр. По-прежнему кинотеатр «Аврора» остается нашим главным кинотеатром фестиваля. Но показы пройдут также в Доме кино, в кинотеатре «Одина» и в кинотеатре гостиницы «Англитер». Ежедневно на площадках кинофорума можно будет увидеть по два конкурсных фильма вечером, а в течение дня еще по несколько фильмов в неконкурсной программы. Фестивальная программа включает в себя новые работы мастеров мирового уровня и дебютные фильмы пока еще мало известных постановщиков. Конкурсные фильмы будет оценивать профессиональное жюри, а вот в неконкурсные будут оценивать все зрители кинофорума. Ольга Рогова, Даниил Захаркин, специально для 1М. Люди танцуют по разным причинам. Иногда, чтобы согреться, иногда, когда получают письмо, а порой просто, чтобы поднять кому-то настроение. Каждый может стать пилотом, чтобы управлять самолетом. Я согласен прямо завтра превратиться в космонавта. В солнечный выходной молодежная организация «Мир» совместно с танцевальной студией «Дива Дэнс» устроила флэш-моб на территории Петропавловской крепости, прямо у Нарышкина бастиона. Множество синхронно танцующих молодых людей с удовольствием делились своей позитивной энергетикой с окружающими. Некоторые подробности организации флэш-моба нам поведала активистка «Мира» Алиса Паникар. Основная сложность была в согласовании площадки, в выборе площадки. Но в итоге нам все-таки удалось договориться с Петропавловской крепостью, за что им огромное спасибо. А также большое спасибо нашим друзьям из танцевальной студии «Дива Дэнс» и Федерации космонавтики, конечно же. Из разговора с Алисой мы также выяснили, что предстоит еще множество мероприятий, организованных в «Миро». Мы обязательно будем освещать события и флэш-мобы, идеология и драйв которых стоит на трех китах «Молодежь. Инициатива. Развитие». Владимир Нац, Кирилл Ростов. Специально для «Одина». В рамках нашего проекта «Энциклопедия добра» мы все больше рассказываем молодежи о доступных во всех отношениях способах саморазвития, даже об экстремальных. Всем привет! Меня зовут Оля, и это «Энциклопедия добра». Мы находимся в Центральном военно-морском музее на церемонии награждения победителя чемпионата Санкт-Петербурга по парусному спорту. Петербург – морская столица, поэтому и регаты – привычное дело. Существуют десятки яхт-клубов, парусных школ и курсов на любой вкус и для любого кармана. Среди этого многообразия можно найти и бесплатные парусные школы. Уже несколько лет существует бесплатная секция яхтинга, куда может прийти любой желающий и научиться азам морского дела. Если человек с детства не стал заниматься парусным спортом, но считает, что до этого у него недостаточно денег, то он может прийти к нам. Я сама когда-то пришла в эту секцию, мне было 23 года, и до сих пор я хожу на яхтах, участвую в гонках и стараюсь помогать студентам. Наш главный руководитель – это Николай Смирнов, капитан яхты «Вея». Он очень много вкладывает в развитие секции яхтинга и в развитие парусного спорта Санкт-Петербурга в целом. Если я вижу человека, который через меня пришел в яхтлуб через год, что он ходит на какой-то яхте, он здоровается со мной, я чувствую большую радость. Если люди остаются, вот это самая большая радость. Если вы все еще думаете, что для занятия парусным спортом нужно потратить значительную сумму денег, то приходите в секцию яхтинга, и вы убедитесь в обратном. И кто знает, может в следующем году на очередном чемпионате по парусному спорту кубок достанется именно вам. Приезжайте в Петербург, и вы узнаете, что даже на мокрых и холодных улицах может быть тепло в душе. С вами была Ольга Рогова. До новых встреч! Спасибо, мир! А в это время в Астрахани завершил свою работу Международный образовательный форум «Селиаз». Как это связано с увеличением количества рыбы в Волге, мы еще расскажем, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова